Накануне праздника съемочная группа телекомпании «Черкеск» побывала в гостях у Юсупа Идеева. Нашему славному земляку исполнился уже 101 год. И по сей день этот старец отчетливо помнит, и как проходило выселение, и как трудно приходилось выживать на чужбине. Своими воспоминаниями он поделился и с нами. Массовая депортация карачаевцев началась 2 ноября 1943 года. Еще до рассвета в дома местных жителей ворвались солдаты НКВД. На сборы было отведено всего два часа. Юсуп Канакбиевич рассказывает, как канун суровой зимы без еды и теплых вещей людей выгоняли из домов, ввели под конвоем, ничего не объясняя, грузили в товарные вагоны. Тогда он, как и многие его земляки, потерял своих родных. Семью он нашел позже, в Казахстане. Я работал в колхозе Ротфронт кузнецом, потом механизатором, затем стал бригадиром. Люди находились там, словно в тюрьме. Было запрещено покидать пределы своего села или колхоза. Если вдруг появлялась такая необходимость, нужно было подавать прошение в управление и ожидать разрешения. И очень часто отказывали. Всего же в годы ссылки погибло, по некоторым данным, около 27 тысяч человек. Трудной была адаптация и в новых местах проживания. Депортированных селили в сараях и бараках. Не было не только элементарных бытовых условий, но еще сложнее было не умереть от голода. Работая от зари до зари на чужой земле, Юсуп Идеев не переставал верить и надеяться, что весь его народ вернется домой. Огромная любовь к труду, целеустремленность и упорство. Вот что ему помогло выжить на чужбине, не сломаться и сохранить силу духа. Трудно было. Были семьи, гибли от голода, дети, не все выживали. Кто мог немножко работать, они как-то выжили. Тяжелые времена рассказывают. Там тоже приняли неплохо, их расселили по дворам. И они тоже уделили внимание, кто мог, поддержали. И они благодарны. Ежегодно 3 мая и убеленные сединой старики, и представители молодого поколения приходят к памятнику жертвам политических репрессий, который расположен в городе Карачаевске. Среди этих людей мало тех, кто испытал тягостные годы ссылки. Но все же каждый понимает, что нет ничего дороже городного дома, очага и семьи. Несмотря на то, что 3 мая – это праздничный день, но все же пришедшие вспоминают своих земляков, которые безвинно пострадали от тирании и произвола. После того, что было, когда люди вернулись, это действительно праздник. И вот, когда мы собираемся, мы делаем дуа для тех, которые остались там. Это мы постоянно делаем. В каждой мечети, каждую пятницу делаем дуа, которые остались в Средней Азии, на полях сражения. Давайте сегодня тоже прочитаем аят из Корана и сделаем дуа. Говоря о непростой судьбе карачаевского народа, стоит вспомнить и то, что 12 октября 1943 года был подписан указ о ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории. Карачаевский район был поделен между Грузинской СССР, Ставропольским и Краснодарским краями, а столица автономной области была переименована в город Клухори. Спустя 14 лет ссылки те, кому посчастливилось вернуться домой, можно сказать, начинали жить заново. В 60 лет мы бережно храним память о трагических событиях, изменивших судьбу целого народа и преклоняемся перед мужеством и стойкостью наших предков. И сегодня, находясь здесь, у мемориала жертвам политических репрессий, мы испытываем двойные чувства. С одной стороны, скорбим со всеми, кто потерял своих близких в те страшные годы депортации, когда целый народ был подвергнут насильственному выселению со своей исторической родины. А с другой, чувство гордости и восхищения мужественным поколениям людей, которые, находясь вдали от Родины, стойко перенося моральные и физические лишения, смогли выжить и сохранить язык, культуру, обычаи и традиции своего народа. И вернуться домой с гордо поднятой головой и честным именем. После митинга в Карачаевске наша съемочная группа отправилась на ипподром города Черкеска. Здесь, в честь 60-летия возвращения карачаевцев на историческую родину, прошли конно-спортивные состязания. Своих питомцев, чистокровных верховых лошадей, двух лет и старше выставили коннозаводчики республики. Всего было проведено пять заездов на разные дистанции. Первая, на тысячу метров, была посвящена героям социалистического труда, награжденных годы депортации. Здесь убедительную победу одержал наш знаменитый земляк, один из титулованных наездников России, Морзабек Капушев. Первым финиширует арт-бой. Лошадь двухлетняя, рождена в Карачаево, Черкесии. Скакала первый раз. Для первого раза очень хороший старт, хорошая уверенная победа. Надеемся, что сейчас начнет скакать на высших уровнях и будет показывать хорошие результаты. Свой результат Морзабек повторил и во время второго заезда. Он не оставил своим соперникам шансов на победу. А во время третьего заезда разыгрывался главный приз от главы Карачаева Черкесской республики. Посвящен он был 60-летию возвращения карачаевского народа на историческую родину. Обладателем этой новенькой иномарки и главного кубка состязаний стал владелец гнедого жеребца Royal Glory. Победителя награждал глава республики. Все призеры скачек получили помимо кубков также за свои старания и солидные денежные вознаграждения. Владелец Борис Чипчиков. На этой лошади мы подготавливались год. День в день с того мая до этого мая тренируем мы его на ипподроме в городе Пятигорск. Мы его взяли полторогодичным жеребенком. Вот вторая скачка, первая скачка заняла второе место среди 10 лошадей. И вот сегодня удивило нас всех первое место. Свои музыкальные подарки дарили собравшимся приглашенные на праздник артистам. Весь день со сцены звучали зажигательные мелодии. В этот день массовые праздничные гуляния проходили и в городе Карачаевске, и в Черкесске. На центральной площади республиканской столицы состоялся концерт с участием звезд Северного Кавказа. Ватима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.